Сегодня также Святая Церковь вспоминает, дорогие мои, убитых от Ирода 14 тысяч эфлеемских младенцев, младенцев, пострадавших ради Христа, убитых жестоко в течение нескольких дней. И этот день всегда является поводом вспомнить убиваемых и ныне Иродами, так можно назвать тех, кто участвует в деле войны против и собственных детей, и против нерожденных младенцев, которые, еще не успев прийти в этот мир, уже встречают ненависть и злобу, и лютую страшную смерть. Два года назад в Екатеринбурге, на территории прихода преображения Господа Иисуса Христа, что на Уктусе, была открыта, освящена часовня детских душ, построенная в память вифлеемских младенцев, и ради покаяния двух женщин, которые были и инициаторами, и идейными вдохновителями, собирали средства на эту часовню, как своего рода духовная эпитемия, покаянный труд за собственные страшные ошибки молодости. И вот два года ежемесячно в определенное время, по-моему, в первую субботу в районе 15 часов совершается особый молебный чин, покаянное молебное пение о тех женщинах, которые загубили младенца в своих душах. И сейчас со всех уголков стороны приходят и письма, и записочки с просьбой помолиться о несчастных. Ну, потому что никогда след от такого страшного греха он не уйдет из души. Конечно, время лечит, и покаяние исцеляет, но рубцы остаются, остаются в памяти на совести. Или когда вдруг человек в одной из книг Юлии Вознесенской заканчивается над таким сюжетом. Книгу, кстати, очень полезно почитать, кто еще не читал, «Мои посмертные приключения». Что происходит с душой? Конечно, в жанре фэнтези, но, тем не менее, сказка ложда в ней намек. Есть много полезного, что может побудить человека к изменению. И вот видит она в каком-то видении, эта женщина, героиня книги, идеальную семью, сын священник, внуки, детки, взрослые. И прямо с такой радостью. А что это за семья? Ангел-хранитель говорит, «Так это вот замысел Божий о тебе был такой. Вот твоя жизнь должна была быть именно такой, как ты ее видишь». но она другая. Другая по причине греха, по причине малодушия, когда человек данный Богом крест, а зачатие младенца – это всегда Богом данное событие, потому что в каждом таком эпизоде лично участвует Господь. Он вкладывает душу, творит душу в зачавшуюся жизнь. С этого мгновения начинается жизнь души человека. Поэтому прерывание беременности на любом этапе и контрацептивами, и разного рода операциями – это всегда убийство. И всегда остается след на душе, который будет мучить. Пока человек искренним покаянием не вырвет эту занозу и не уврачует эту рану, но покаянием не словами, а покаянием делами. Во-первых, никогда не возвращаться к этому греху – это первое. И тогда грех будет прощен и исцелен. А во-вторых, обязательно нужно понести покаянную эпитемию, прямо прийти к своему батюшке. Даже если в этом было принесено покаяние давно, но не было трудов, прийти попросить батюшка, вот был такой грех, дайте мне какой-то труд покаянный. И батюшка отправят, может быть, в больницу, в сестричество, чтобы послужить больным и несчастным. Или в Центр защиты материнства, колыбель, который есть в любом крупном городе или епархии. Или самим можно организовать это движение при своем приходе, собрав единомышленников за жизнь. Но потому что очень многие люди, они находятся в одурманенном состоянии, в пропаганде вседозволенности и удовлетворении своих хотелок. И неизбежно полоцкие какие-то вещи приходят, приводят к зарождению жизни. Но раз она уже зародилась, ее же нельзя останавливать. Нельзя. Поэтому нужно подростков, юношей, девушек предупреждать и рассказывать о том, мимо чего они могут пройти и как они могут себя наказать, совершив то или иное беззаконие. Сегодня день для многих покаянный. День, в который так важно помолиться и о себе, и о своих родных и близких. Помолиться 14 тысячам вифлеемских младенцев и попросить, чтобы за их святые молитвы Господь остановил это беззаконие на русской земле. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok